Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим об основах налогового права. Обратите, пожалуйста, внимание на цитату. Цитата принадлежит известному политическому деятелю из Соединенных Штатов Америки Бенджамину Франклину. В этом мире все условно. Безусловно, только две вещи – смерть и налоги. Немножко печально, но объективно. Итак, эта цитата может стать темой вашего сочинения по 29-му заданию ЕГЭ. Вообще, обратите внимание, что тема налогового права представлена в кодификаторе ЕГЭ в двух разделах. В разделе «Экономика» мы с вами видим эту тему относительно налогов. Виды налогов, классификация налогов, понятия налогов. И у нас задания первое, второе, третье, а также задания раздела «Экономики» 7, 8 и 9. Также тема налогового права представлена в разделе «Право». Это пункт «Права и обязанности налогоплательщика». Задания 16, 17, 18, 19, 20. И, естественно, эта тема может подниматься и в заданиях второй части КИМа ЕГЭ. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что тема налоги, права и обязанности налогоплательщика требует знания нормативно-правовых актов. Это налоговый кодекс, это конституция, безусловно, статья 57, которые у нас прописаны в спецификации КИМа ЕГЭ. Итак, помимо 29-го задания, у нас есть еще очень важное задание 25. Там, где необходимо раскрыть смысл высказывания, смысл понятия. Главным понятием является налоги. Вот пример такого задания. Раскройте смысл понятия налоги. Если мы правильно раскрываем смысл, мы получаем два балла. А также два балла, если мы составляем правильно два предложения. Например, предложение о функциях налогов и об одном из видов налогов, в данном случае косвенные налоги. Помимо понятия налоги, в подобных заданиях может быть налоговая система, а может быть конкретный вид налогов. 26 задание. Задание трехбальное, которое мы получаем за то, что раскрываем на трех примерах конкретное понятие. Например, в данном случае раскрыть значение налоговой системы в жизни государства и общества. Для того, чтобы выполнить это задание, конечно, нужно знать функции налогов, их влияние на роль, на жизнь общества. И, естественно, наиболее подробное четырехбальное задание номер 28. Развернутый план. Для того, чтобы составить развернутый план, обязательными пунктами являются, как обычно, виды, то есть классификация функций, признаки, принципы, как раз те понятия, те аспекты, которые мы с вами сегодня рассмотрим. Итак, налоговая политика. Налоговая политика – это система мероприятий государства в области налогообложения, которая строится с учетом интересов и государства, и налогоплательщиков. Налоговая политика является частью экономической политики государства и, естественно, отражает задачи общества, задачи, которые ставит государство, чтобы обеспечить нормальную, полноценную жизнь общества. Главной, основной задачей является обеспечение ресурсов для эффективного экономического роста через изъятие доходов частного сектора, изъятие доходов как физических лиц, так и юридических. Таким образом, налоги, налоговая политика должна соответствовать требованиям. Эти требования предъявляются к налоговой базе, тяжести налогообложения и способов изъятия доходов населения. Обратите, пожалуйста, внимание, что отношения в сфере налогообложения – это отношения, в которых стороны государства и налогоплательщики не являются равными. Государство вынуждает частный сектор подчиниться требованиям, поделиться частью своих доходов. Принудительно изъятые средства у физических и юридических лиц поступают естественно в бюджет и составляют основную доходную часть бюджета любого государства от 70 до 80 процентов в среднем. И идут они на покрытие расходов, связанных с осуществлением государством политики, направленные на экономику, социальную сферу, культурную сферу, на демографическую политику и многие другие вопросы, которые обеспечивают общественное благо. При перемещении доходов в пользу государства меняется собственник у этих доходов. Ресурсы изымаются на безвозмездной основе, то есть даром. Итак, обратим внимание, государство предоставляет обществу так называемое общественное благо, а граждане платят налоги. Налоги поступают в бюджет государства, из этого бюджета финансируются вот те самые товары или услуги, которыми пользуется не только конкретный экономический пользователь, индивид, экономический агент, но все общество в целом. Мы с вами никогда не задумываемся на том, кто поставил в парке скамейку, кто провел электричество на дорогах. Мы не задумываемся о том, откуда берутся средства на оплату армии, полиции, откуда финансируются театры, музеи и прочее. А все это как раз и относится к так называемым общественным благам. Армии, образование, здравоохранение, освещение на дорогах, те же светофоры и, естественно, обеспечение чистоты нашей окружающей среды. Экологическое обеспечение – это тоже как раз одна из функций государства. Так как мы с вами говорим о вопросах права, то обязательно указываем, каковы же источники, нормативно-правовая база. Основным, конечно, источником в нашем законодательстве является Конституция. В Конституции статья 57 гласит, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Это основной закон государства. Поэтому, естественно, налоговый кодекс, принятый в 2006 году и действующий, естественно, в новой редакции, он не противоречит этому пункту. И мы будем с вами исходить из того, что налоги – это наша обязанность. Налоговая система государства, любого государства, включает в себя всю совокупность разных налогов, а также сборы. Следовательно, мы с вами видим, что совокупность налогов и сборов составляет налоговую систему, а налоги и сборы – это структурные элементы налоговой системы страны. В чем же между ними разница? Давайте обратим внимание. Налоги – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж. Обратим внимание на видовые отличия. Итак, налог – это обязательный платеж, во-первых, статья 57 Конституции, во-вторых, это индивидуально безвозмездный платеж. То есть налогоплательщик, который уплачивает налоги, ничего за это напрямую не получает. Он получает это вместе со всем обществом в виде вот тех самых благ общественных, которыми мы все пользуемся. И происходит это в форме отчуждения денежных средств. Все налоги платятся именно в денежном эквиваленте. Что касается сборов, то сбор – это тоже обязательный платеж, но это платеж, условием которого является совершение каких-либо действий со стороны органов государственной власти или органов местного самоуправления. То есть, в отличие от налогов, сбор – возмездный. Мы платим этот взнос, взамен получаем определенные действия от государства. В зависимости от того, в какой бюджет поступают налоги и сборы, они могут классифицироваться на федеральные, региональные и местные. И есть один нюанс. К сборам относятся пошлина. Государственная пошлина мы с вами уплачиваем в самых разных ситуациях. Это тоже вид сбора. В отличие от остальных сборов и в отличие от налогов, пошлина бывает только федеральная. Они поступают только в федеральный бюджет. Это могут быть таможенные пошлины, это может быть пошлина, которую мы уплачиваем за оформление каких-то документов. Но каждый гражданин при получении паспорта Российской Федерации обязательно уплачивает госпошлину. Ну и теперь давайте обратим внимание на то, что любая налоговая система государства, отражающая задачи, которые ставит перед ней общество, и страна необходимо строить с учетом принципов. Принципы налогообложения – это как раз тот самый обязательный пункт плана, если мы с вами пишем план в 28-м задании по теме налогообложения. Итак, принципов может быть несколько. Для плана достаточно написать хотя бы три. Попробуем с вами разобраться. Итак, первый принцип – принцип справедливости. Равенство налогов на доходы рыночных структур. Налоги должны быть равными для каждого уровня доходов. То есть все налогоплательщики у нас находятся в равных условиях, и принцип справедливости как раз отражает вот это равенство. Принцип определенности и точности налогов. Согласитесь, было бы крайне неудобно, если сегодня один налог, а завтра ставка налога резко упала или резко поднялась. Для бизнесменов, например, это было бы крайне неудобно. Невозможно планировать дальнейшую экономическую деятельность. Поэтому принцип определенности и точности налогов указывает о том, что размер налогов, сроки, способ и порядок их начисления должны быть точно определены, естественно, в законе. Они должны быть также понятны налогоплательщику. Следующий принцип – принцип обязательности. Ну, еще раз напомню, статья 57 Конституции, неизбежность осуществления платежа, о чем говорил Бенджамин Франклин, безусловные налоги. Следующий принцип – принцип удобства взимания налогов для налогоплательщика. Каждый налогоплательщик, уплачивая налоги, может пользоваться самыми разными способами. Кто-то платит денежными средствами, кто-то платит безналичным переводом, кто-то приходит в банк, кто-то сейчас пользуется мобильным приложением в телефоне. Каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, который удобен налогоплательщику, чтобы налогоплательщику было легче выполнить требования законодательства. Принцип экономичности, его еще называют принципом эффективности. Это необходимость соблюдения условий, при которых разрыв между расходами по сбору и организации налогообложения, и самими налоговыми поступлениями, конечно, должен быть наибольшим. То есть мы не должны тратить на сбор налогов больше, чем собираем реальную сумму. И тяжесть налогообложения не должна подрывать возможности налогоплательщиков для продолжения производства. Она не должна лишать государства, впоследствии собирать налоги. И здесь мы с вами помним из истории, пример можно привести, неудачной политики военного коммунизма, когда чрезмерные налоги, которыми облагались крестьяне, приводили к тому, что крестьяне оказывались без запасов зерна и не могли сеять хлеб на следующий год. Также выделяют и другие принципы. Например, принцип разумного сочетания прямых и косвенных налогов, универсализация налогообложения, принцип однократности обложения, что очень важно, принцип стабильности. Вот обратим внимание на принцип однократности налогообложения. Вспомним пример из истории, когда князь Игорь неоднократно попытался собрать налоги с древлян. И мы с вами знаем, к чему это привело. Восстание древлян и убийство князя. Вот что подобных ситуаций не было. Княгиня Ольга провела первую налоговую реформу. И вот с тех пор, наверное, в нашем государстве стало понятно. Налоги должны быть однократными, а система должна быть четко отработанной. Следующий обязательный пункт для плана 28 задания – это функции. Функции налогов. К ним относятся фискальная функция, распределительная функция, стимулирующая функция, социально-воспитательная функция и конкретно учетная. Чуть подробнее по каждой из них. Итак, фискальная функция. Слово «фиск» в переводе означает «сбор». Поэтому, если мы запомним значение этого слова, все будет понятно. Фискальная функция – это функция конкретно сбора денежных средств в казну государства. Распределительная функция. Все мы помним знаменитый пример английских баллад «Робин Гуд», который у богатых брал, бедным раздавал. Вот налоги как раз выполняют эту функцию. Они перераспределяют доходы между разными социальными слоями. Чем богаче лицо, тем больше он платит налоги. Куда? В бюджет. А из бюджета эти денежки поступают в качестве пенсии, пособий социально недоощущенным слоям населения, малообеспеченным. Вот так происходит перераспределение на уровне законодательства. Стимулирующая функция, ее еще называют антиинфляционная. Стимулирование развития научно-технического прогресса, увеличение числа рабочих мест, капитальных вложений – все это, безусловно, задачи государства. Своевременно обеспечить помощь через льготы, через государственные заказы – это, мы с вами знаем, кредитно-денежная и налоговая политика государства, если мы говорим о вмешательстве государства в роль в жизни экономики. Социально-воспитательная функция. Содержание потребления вредных для здоровья продуктов путем установления на них повышенного налога, естественно, должно быть ограничено. Ну, я уж не говорю о таких вредных для здоровья вещах, как алкоголь или табачные изделия. Давайте вспомним про шоколад. Ведь шоколад тоже достаточно аллергичный, сладость, которую любят очень многие, но напомню, что это экспортный товар, и поэтому, конечно, он облагается государством достаточно высокими налогами, в том числе и акцизом. Во многом это сделано для того, чтобы чрезмерно люди не покупали такие товары, которые могут вредить их здоровью. Вот вам, пожалуйста, социально-воспитательная функция. Ну, акцизные налоги, которыми облагаются алкоголь и табачные изделия, я думаю, как раз эту функцию в первую очередь и выполняют. И конкретно учетная функция. Через сбор налогов государство постоянно мониторит, отслеживает, какое физическое, какое юридическое лицо, какие доходы получает, какой деятельностью занимается. То есть это определенная статистика. Ну, а теперь давайте поговорим с вами о том, каковы элементы налога в российском налоговом законодательстве. Итак, это тоже один из пунктов плана 28-го задания. Налог, понятие сложное. Структура налога включает объект налогообложения, то есть это доходы, имущество, прибыль, налогоплательщик, физическое и юридическое лицо, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период. Также определяется в законе порядок исчисления налога, срок уплаты налога, оговариваются налоговые льготы. И, естественно, все это в совокупности определяется порядком уплаты налогов. Давайте поподробнее о каждом из элементов. Можно это оформить в виде схемы, как у меня на слайде, можно в виде пунктов, как требует задание 28. Итак, налогоплательщик. Налогоплательщик – это лицо, которое, согласно закону, обязано уплачивать вот эти самые обязательные платежи. Ими могут быть физические лица, то есть люди, работники, непосредственно своим трудом создающие материальное и нематериальное благо, и получающие доход. Соответственно, мы уже понимаем, если лицо не работает, дохода не получает, имуществом не владеет, то налоги не платят. Это я к тому, что 57-я статья Конституции говорит, что каждый обязан платить налоги. Но если нет объекта налогообложения, значит, нечего и платить. Также налогоплательщикам являются юридические лица, то есть хозяйствующие субъекты. Это предприятия, организации, учреждения, на которых ложится законодательство определение, определенную обязанность уплачивать налоги и сборы. Итак, налогоплательщик уплачивает налоги только в том случае, если у него есть объект налогообложения. Объектом налогообложения является вещь, сделка или денежная сумма, которая связана с налогообложением, для обоснования налоговой обязанности. Объектом налогообложения может быть прибыль предприятия, может быть доходы конкретного физического лица, имущество, например, дом, автомобиль, а также стоимость определенных товаров, стоимость добавленной обработкой, передача собственности. Здесь мы говорим, что объектом налогообложения являются конкретные действия, дарение, продажа, наследование, операции с ценными бумагами и некоторые другие виды деятельности, которые также у нас облагаются налогами. Для того, чтобы четко понимать, какова сумма налога, необходимо знать понятие налоговой базы и уметь простейшие математические действия вычислить. Итак, налоговая база – это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. Обратим внимание на формулу, где Т – это налоговый оклад, то есть сумма налога, которую мы должны уплатить. Б – это налоговая база. И Т – это налоговая ставка. Разберем с вами эту формулу на примере налога на доходы физических лиц. Итак, обратим внимание, если доход составил 30 тысяч рублей, а налоговая ставка 13%, мы с вами эти 30 тысяч умножаем на 0,13, то есть 13%, и получаем 3900 рублей. То есть это и есть тот самый налоговый оклад, та самая сумма, которую мы должны с вами внести в государственный бюджет, если наш доход составляет 30 тысяч в месяц. Итак, налоговая ставка 0,13 или 13% – это налоговая ставка, налога на доходы физических лиц, сокращенно НДФЛ. Налоговая ставка – это величина налога на единицу измерения налоговой базы, то есть норма налогового обложения, которую мы должны заплатить за определенный календарный или иной период времени, то есть налоговый период. Но чаще всего налоговым периодом является календарный год, хотя, конечно, для отдельных налогов налоговый период может быть иным. Календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база, и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Для многих физических лиц, которые занимаются индивидуальной деятельностью, занимаются предпринимательством, есть такой документ, который они обязаны соблюдать. Это налоговая декларация. Мы ее подаем заранее до окончания налогового периода. Порядок исчисления налога. Налогоплательщик исчисляет сумму, исходя из налоговой базы. И уплачиваем мы налог. Технические приемы внесения налогоплательщикам – это порядок уплаты налогов. Налог может внести сам налогоплательщик, а может внести налоговый агент. Например, если я работаю в гимназии, в школе, то, соответственно, я не плачу налоги напрямую. Для этого есть бухгалтерия. Мой бухгалтер, который обслуживает нашу гимназию, это и есть налоговый агент, который напрямую перечисляет из доходов каждого учителя сумму налогов в государственный бюджет. Порядок уплаты налогов и сборов – это порядок внесения и перечисления налоговых платежей. Обратите внимание, производится разовой уплатой всей суммы налога, либо в ином порядке, если такая возможность дается налоговым кодексом. Сумма уплачивается или перечисляется в установленные сроки. Уплата налогов производится в наличной или безналичной форме. Дальше уплата налогов производится налогоплательщиком или налоговым агентом. Конкретный порядок уплаты налога устанавливается применительно к каждому налогу персонально. Порядок уплаты федеральных налогов устанавливается налоговым кодексом. Порядок уплаты региональных законов законами региона, субъекта Российской Федерации. Порядок уплаты местных налогов определяется нормативными актами местного самоуправления. При этом они, конечно, не могут противоречить налоговому кодексу. Сроки уплаты налогов определяются, опять же, законом, календарной датой, и при этом налогоплательщик может воспользоваться налоговой льготой. Что такое льгота? Это полное или частичное освобождение налогоплательщика от уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством. Налоговых льгот достаточно много. Например, необлагаемый минимум – это минимальный размер оплаты труда. Этой льготой пользуется абсолютно каждый человек, физическое лицо, которое платит налоги. Итак, налоги бывают разные. Виды налогов, их очень много, и они делятся по различным критериям. Например, критерии – способ начисления ставки налогообложений, по уровню бюджета, куда поступают федеральные, региональные, местные, по способу изъятия денежных средств, делятся на прямые и косвенные, по субъекту налогообложения, сферических лиц, юридических лиц, по объекту налогообложения, то есть по тому имуществу или денежным средствам, которые у нас являются объектом налогообложения. Мы говорим деньги, доходы, прибыль, имущество, действия конкретные. И существует огромное количество других критериев. Я думаю, что для плана 28-го задания достаточно запомнить хотя бы два или три способа. Итак, обратим внимание, виды налогов по ставке налогообложений. Также мы можем их классифицировать как системы налогообложений. Первый вид – это пропорциональный налог. Особенность этого налогообложения в том, что сумма налога пропорциональна доходам работников. Например, налог на доходы физических лиц. Его ставка в Российской Федерации 13%. Согласитесь, 13% – это не одинаковая сумма. Человек, у которого доходы небольшие, будет платить небольшую сумму. А человек, у которого большие доходы, эти же 13% выливаются в достаточно большие цифры. Ставка на НДФЛ будет отличаться в зависимости от вида получения дохода. Например, обратим внимание, 35% платится налог на доходы, полученные с игорного бизнеса. Доходы нерезидентов Российской Федерации – 30%. Ну и далее, следующий вид налога – это прогрессивное налогообложение. Налог тем выше, чем выше доход. Обратим внимание, если у нас 13% с обычного налога, если бы у нас была прогрессивная система НДФЛ, то при увеличении дохода ставка налоговая тоже могла бы увеличиваться. И, наконец, самый сложный для понимания – это регрессивный налог. Почему самый сложный? Потому что он кажется нелогичным. Обратите внимание, налог тем выше, чем ниже доход. Казалось бы, какой смысл? А все дело в том, что данный подход нередко наиболее эффективен в целях стимулирования деклараций. Для человека, который подает декларацию, государство предусматривает вот такие возможности, что если ты реально показываешь свои доходы, то тебе налоговая ставка уменьшается. Своего рода акцизы, пошлины, налог на добавленную стоимость у нас с вами как раз относятся к вот таким вот налогам. Ну и виды налогов по уровню бюджета – федеральные, региональные и местные. По способу внимания, прямые и косвенные. Прямые налоги – это налоги, которые налогоплательщик уплачивает непосредственно и понимая, что он делает, зная об этом. Они открыты. Получил зарплату, 13% от зарплаты уходит в бюджет. Предприятие получило прибыль, определенная сумма от этой прибыли уходит в бюджет. А вот косвенные налоги мы с вами уплачиваем, даже не подозревая об этом. Обратите внимание, когда покупаете что-либо в магазине и берете чек. В чеках, которые мы с вами получаем на кассе, обязательно прописан налог на добавленную стоимость. Вот это как раз скрытый налог. Мы с вами покупаем какой-то товар, например, тот же шоколад и уплачиваем акциз. Мы покупаем импортную какую-то технику, телефон, айфон и так далее. И при этом оплачиваем как раз таможенные пошлины, которые находятся в цене товара. И, наконец, ответственность в налоговом праве. Неуплата налогов или несвоевременная выплата, или выплата не в полном объеме является правонарушением. А любое правонарушение влечет за собой юридическую ответственность. Ответственность может быть дисциплинарная, если это налоговый агент. Ответственность может быть административная или даже уголовная. Разница в административной и уголовной ответственности, конечно, от суммы неуплаченного налога. Чем больше сумма, тем выше ответственность. Ну и в заключении несколько видов заданий, которые мы с вами можем увидеть в КИМах ЕГЭ. Я уже говорила про вторую часть, 25-е, 26-е, 28-е, 29-е задания. Но есть и тестовая часть. Обратите внимание. Первое задание – записать пропущенное слово. Мы с вами, если внимательно прочитаем, мы понимаем, налог на имущество организации, транспортный налог – это региональный налог. Если мы с вами увидим, что все граждане платят 13%, мы понимаем, что это НДФЛ, а значит, это пропорциональная налоговая система. Если это у нас конкретные виды налоги, мы видим, что налог взимается с покупателя и устанавливается обычно в процентах от цены, то мы понимаем, что это акциз. Также у нас есть задание 2, где нужно указать обобщающий элемент. В частности, в первом случае это будут налоги, во втором случае это будет конкретный вид, прямой налог, то есть по способу изъятия. В третьем задании нам нужно найти лишние элементы. И здесь обратим внимание, что в данном перечне выпадает из общего ряда то, что не относится к правам, а относится к обязанностям налогоплательщика. Это пункты 1 и пункт 3. Таким образом, правильный ответ мы с вами записываем как 1-3. Далее, задание номер 7. Это раздел экономика. Мы должны выбрать верное суждение о налогах. И здесь у нас с вами предложено 3 правильных ответа. Последовательность должна быть 1, 3, 5. И кроме налогов у нас с вами подобные задания могут касаться и задания 8. Это также виды налогов, где мы четко понимаем, что косвенный налог – это НДС и таможенные пошлины. Задание 8 также может касаться конкретной ситуации, как в данном случае. И мы разбираем, что конкретно является по структуре налогообложения субъектом налога, что является объектом налога, источником уплаты налога и каковы единицы измерения налогообложения. Дальше обратим внимание, подобная ситуация только уже не с машиной, а сдачей. И из раздела права у нас с вами речь может касаться налогоплательщика, права и обязанности налогоплательщика. И здесь также у нас с вами это 18 задание, также задание на соотношение. Права и обязанности налогоплательщика могут и в том числе указываться в 16 задании, где речь идет о конституции, где могут быть вопросы о конституционных правах и обязанностях. И, естественно, в текстовых заданиях 21, 22, 23, 24 задания тема налогов тоже может подниматься. Рекомендую как можно внимательнее просмотреть указанные нормативно-правовые акты, провести словарную работу, разобраться в классификации налогов. Желаю вам успехов. До свидания.